Я помню свет лая тапка, когда у логика не служит лично вошел в больнице. Простите как мы, и теперь лететь, а ты там, иди, за мной, сытка ты, и весь твой не найти. Здорово всем, небольшая предыстория. ЗИЛ-131 был куплен в Умбии за 200 км от дома. Поехали в мороз, заглохли, все перемерзло, вернулись потом обратно, машина стояла на трассе, все починили, поехали, потекла турбина, и было небольшое ДТП. Дальше, опять все это дело восстановили, ездили туда несколько раз, машина стояла в Кандалакше, потом все-таки поехали домой, Ленинградку проехали, поворачиваем, и у нас стучит мотор. То есть он потом по итогу заклинил. Дальше на сцепке мы отвозим наш ЗИЛ в бокс, снимаем мотор, разбираем, дефектуем, ремонтируем, собираем, и сегодня мы будем его запускать, ну и соответственно, дальше устанавливать. Кстати, вот эта рыба, чтоб ты понимал, это рыба с Умбы, где мы покупали ЗИЛа. То есть я сегодня привез пацанам, то есть, ну сегодня ответственный день, поэтому надо будет подкрепиться. Все подключили, солярку, аккумулятор 24 вольта, стартер поменяли, по идее, сейчас хотим попробовать завести этот мотор. Все, протекрась. Закрепили, чтоб никуда не делась, не улетела, выхлоп не надо, подсоединять, ворота и еще откроем. Ну по идее, надо пробовать. Держи за компрессор нахер. Хорош, а что это его держит? Держи за компрессор. Так что ли? Ну хорош ты что? Не держись, а держи за компрессор, чтоб не упал на меня двигатель. А куда он упадет-то? Так ты отбегаешься. Ну так ты стой, держи, не держись за него, а стой, держи. Я вот, чтоб за тебя не упал, держу, давай. Тихо. Во-первых, он крутится. Волнительный момент. Ну можно чуть-чуть газом. У тебя есть не каратит, ничего. Вот так держи. Давай вот так на себя, короче, сделай, да и все. Да, и там я тоже замерил, если вот как бы, ну, немножко крут. Угу. Ага. Ха-ха-ха-ха. Просто не влияет на то, что идет заверт. То есть что там регулятор-то соврался? Я думаю, не надо. У нас не хватает подачи. Вопрос она еще не прокачана с системой. Двигатель уже, кстати, развернулся, если что. Он соображает, что ему надо выхлопом туда. У нас проблема с турбиной, так у нас одна хорошая, одна плохая новость, сейчас проедрится, я плохую новость покажу. У нас проблема с турбиной, я надеюсь, турбина масла гонит. Мы же еще раскоксовку делали, вот все вот это гареное и есть. Ну я предлагаю сейчас еще раз для уверенности завести. И как он заведется вообще? Давай уровень масла посмотрим. Что он не с того ничего понял? Так а может знаешь, когда мы гнали его, мы все-таки турбина масла выгнала. Хлоп нормально был, да? Да, масло. Слушай, а что он только черное-то? Чтобы только залили свежее масло. Да конечно дизель, ну блин. Вымывали весь мотор, просто весь внутри все вымывалось. Ну трубку может быть мы только продули воздухом, да вот это вот что-то. Оттуда что-то столько черноты улезло. Масло нормальный уровень. Только она вон желтый, откуда чернота это лезет? Уровень нормальный. И так везде. Например, вот эти известные наушники CGPods от тюменской компании Case Guru. Которые вошли уже в топ-5 наушников в России. CGPods можно купить в 4 раза дешевле понтовых Apple AirPods. А количество функций в разы больше, чем у яблок. Я сейчас все покажу. Главное это влагозащита. CGPods можно мыть под краном, принимать душ и даже плавать. Важно, что звук у CGPods ни разу не хуже яблочных. Автономность 20 часов. Не секрет, что девушки любят ушами. Хочешь быть услышанным? Тогда вам нужны CGPods Lite. Самым маленьким в мире антистресс кейсом. Как коробочка для кольца. Девушки в восторге. И щелкает магически. Брутальный CGPods 5.0. Кейс из авиационного алюминия. Который выдерживает до 220 кг. Давайте проверим. Запредельно надежный девайс для активного использования. У модели 5.0 сенсорные. А у Lite механические кнопки управления телефоном прямо с наушников. Доступно 11 команд. Благодаря конструкции отлично сидят в ушах. Их можно купить только онлайн. 5 490. Честная и прямая цена. Без конских наценок сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии. А если что, обмен на новые без ремонта. Переходите по ссылке в описании под роликом на официальный магазин производителя. Там вас ждет код Яковлев на скидку 200 рублей. Действует на любые модели наушников CGPods. Маслоделитель ставить. Ладно, давай заветем и разбегаемся. А еще крышка поправим. Ну что парни, приехали сюда. Привезли мотор. Видите, опять выручает. План какой, а? Горожа теплее намного. Здесь гаража, чем здесь. А, на улице теплее? Да. Вот тот первичный вал. То есть его надо по идее нам снять. На четырех болтах держится. Для того, чтобы отцентровать дисциплине. Но об этом чуть попозже. Сейчас задача просто выгрузить. Отцентровать. Что надо открутить, что надо прикрутить. И потом уже опять так же приезжаем и уже устанавливаем. Скажешь, что можно откуда снять? Ну говорят, там какие-то иглоческие подшипники. Они типа вывалятся, блядь, обратно припасают. Не залезешь. Не найдешь и что уходит. Иди залезь никак. Я тебе мешаю. Я говорю, сейчас будешь вокруг ходить. Я тебе говорю, не залезешься. Вот прыгать надо. Ну ломаешь. Ну не залезешь ты. Ну ломаешь. Ну давай с наоборот. Глаза щипят ужасно. Давай выезжать, да. Писали в общем в ВКонтакте в сообщество, мол у кого есть вот такой вот первичный вал от коробки от дела. Серега с магазина Штиль написал, приезжайте. Мы съездили, забрали. Огромное тебе спасибо. Ну это видите, да, что самоделка. То есть это первичный вал, но он уже обрезанный. Суть в том, мы это все дело втыкаем туда. У нас есть песенок там внутри. А, покажи. В общем мнения очень много. Опять же из-за ваших комментариев. Вот он так называемый вот этот первичный вал с подшипником. У него есть песенок, который заходит в подшипник на самом моторе. Первое мнение это открутить наш первичный вал. Но может быть проблема в игуличном подшипнике, который, как говорят, разваливается. Второе, как вы пишете, выточить из черенка. И третий вариант найти первичный вал. То есть мы пошли простым способом. Да, это проще. То есть этот первичный вал запихали. Диск сцепления. Засунули его в подшипник. То есть вот он не шевелится. Дальше мы по кругу закручиваем вот эти гайки на диск сцеплений. И по идее все у нас от центрового. Знаешь, как можно проверить? Можно сейчас будет затянуть все это. И еще раз втыкнуть его туда. То есть если он попадает, то иначе первичный вал тоже смело попадет. А это тепло. Говори. Говори, говори. То, что мы посылку собрали. Гуманитарно? Да. Есть теплое дело. Завтра, кстати, посылка поедет. Поедет, да? Угу. Ну? Теория. У нас сейчас с коробки торчит первичный вал. Песок выйти. Правильно? Да. Вот так сейчас у нас печенок торчит этот. Угу. Мы мотор ставим. Заводим письмем. Попадаем. Вот так. С лица проворачиваем. Крутим. И он заходит, по идее, у нас в колено. Все. Ну, теория, по идее, такая. Я сейчас прыгаю. Протянусь по кругу. И все. Готово. Ставить колокол, стартер и так далее. В тот день, когда мотор приехал на базу, мы не нашли трактор. Но, к сожалению, сегодня мы едем туда. И пока мы искали трактор, у нас пришла турбина. Которая дала, скажем так, сбой. Дала течь. Ну, естественно, это БУ. Ставим прекрасно понимаете. С нынешними ценами, пацаны, будем выкручиваться как. Как-нибудь. Как-нибудь. Ну, что поделить? Ну, зачем так делать? Ну, зачем так делать? Ну, каждый раз одной тоже, блядь. М-ку положили в Эльку. Я реально переплатил за Эльку. Это матрешка называется. Ну, зачем? Просто зачем так делать? Ну, можешь было отправить Эльку. Нет. То, что вот это, знаешь, ну, как будто бы там воздушное пространство. И турбина, знаешь, ну, целлофоном мы зафигачили. Еще чем-то. Пенопласт засунули. Ай, блядь. Ну, это бизнес. Это русский бизнес. Скорость так везде была хоть, чтобы ты понимал. Наебиск, да. Наебиск, да. Да ну нафиг, блядь. Слышь, вы что, издеваетесь, что ли? Вы что? Зачем это делать? Уже Элька пошла. Турбина. Так, это ТРК-6. Да, я типа слабенькая, но нам хватит, пацаны. Это та турбина, которая, по идее, у нас должна была стоять изначально. То есть, мы ставили ТРК-6. Семнадцати год, турбокомпрессор, инвест. Она двухскрольная, смотри, Коль. Но у нас та другая была, видишь? Ага. Прикинь. Так это у нас битурба сейчас уже будет, Зилта. Так, я так понимаю, она у нас развернута. У нас коллектор стоит так. Вот так. И вот эта часть, она должна заходить туда. То есть, мы по идее, да, то есть, мы по идее расставляем вот эти вот болты. И уже на месте разворачиваем вот эту вот металлическую часть. А, актуатор. А, актуатор отдельно крепится. Отлично. Шпилька одна, слышишь? Блин. Угу. Ну, чтоб ты поймал, это было сложно найти. Паспорт тиг этого, стартера. А зачем? Коробка, наверное, стартера. На себя! На тебя! Вытащить туда его. Ну, обратно. Получается... Я понял. Надо, чтобы он вот так, короче, у нас влечал. Вот так. Так, вытаскивали. Так. Ну, у нас сейчас максимальная верта, если ты и выше, не поднимешься. Надо ниже. Надо ниже. Конечно, чтобы все. Мотор-то висит вот так. Качественное отверстие... Надо ее ниже опускать, когда она хоть чуть-чуть застыканется. Какой конец. А мотор может сюда толкнуть? Да. Да. Давай полкнуть. Давай полкнуть. А не хватает. Надо обычной коробки соединить с мотором. Резьбы мало. Давай полкнуть. Давайте полкнуть. Выключи его. Огни. Не, ключи, по-сказу. Да. 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 Смотри, да. Кручок, что-то вставляется. Да, смотри, разные рельфа. Вот реально. Только вот рабочие спецовки. Они реально скринут. Кромбинат. Да. Ну, ладно, там три куртки одеты гражданских. То есть вот это фасагра рулит получается. Витя, большое спасибо за помощь. Давайте. Там было шумно. Я просто это видео записываю отдельно, чтобы вы понимали, что происходило. Мы мотор подвесили за опоры, за стоковые. Он стоит ровно. Мы начинаем его ставить. Он у нас не попадает, так как все-таки это не стоковый мотор. Он на ЗИЛ не устанавливался с завода. Вот этот дизель D245. Соответственно, для того, чтобы его установить, нужно его вот так вот наклонить. Вытаскиваем обратно мотор. Перецепляемся. Делаем так, что у нас верхняя часть сверху, задняя снизу, для того, чтобы попасть как раз в этот передачный вал. Потому что коробка находится вот так вот под углом. Из того, чтобы поддон большой, там идет подрамник на ЗИЛе. И, соответственно, только вот так его запихать нужно. Но! Мы-то его запихали. Все получилось, все хорошо. Начали уже болты прикручивать. Коробку соединять с мотором. И тут выясняется, что мы лапку, вот это вот сцепление, вилочку, мы ее просто-напросто поставили, как она должна. То есть там зацепление. И они, скажем так, заходят в подшипник выжимной. Но мы поставили. И лапка эта пока восстановлена. Она упала. Соответственно, мы все соединили. И получилось так, что вилка сцепления находится рядом с подшипником. А должна заходить вот так. И, соответственно, мы потом с ламами сидели там под этой машиной на бетоне. И ламами как-то отсоединяли. Ногами там. И для того, чтобы появился вот этот зазор. Чтобы лапка вот эта выскочила. То есть это наш косяк. Витя нам помог. Вован, там Поля, все пацаны. В общем, все работали и старались. Но по итогу у нас все получилось. То есть мотор мы состыковали. И вот этот косяк. Вот именно из этой вилки. Это плюс два часа по времени установки мотора. Представляете, да? То есть мы, по идее, ставили его три раза. Первый раз прямо поставили. Не зашел. Потом перецепились. Наклонили. Зашел. А потом по итогу опять вытащили чуть-чуть. Вот до такого расстояния. И засунули третий раз. Мотор поставили. Самое сложное было это попасть в первичный вал. И прикрутить опоры. По бокам которые. То есть на это потратили мы около двух часов. Время полдень. Второй день. Поставили мотор. Залили жидкость. Сейчас снимаем фильтр. Почистить надо. Сейчас будет не на любого сопротивления. Все таки будет стоковый. Турбину установили. Все протянули. Залили антифриз. Течи никакой нету. Единственное что забыли провода. Которая соединяется. Два аккумулятора. Ну попробуем накинуть эти. Клещи обычные. Посмотрим. Если не получится. Если контакт будет плохой. Поедем седем в Киров. По идее пацаны сейчас будет пуст. Попробуем по крайней мере я сейчас. Стоять сейчас ЗИЛ поедет. И доедет. Вова. Да. Если ЗИЛ доедет Кировской у тебя хорошие новости. Да. Сроки давности не установлены. Пусть не фортануло. Пусть не фортануло. Вот так выглядит наш фильтр. Что? Ты считаешь это нормально? Ну ты сколько раз в жизни сделаю. Фильтр разбирал. В первый раз. Ну а может это должно быть полумасло. По крайней мере как бы и тут не это. Не мышка. Не мышка. Не мышка. Вот сверху закопченный. Ну давай фильтром. Может нормально. Как-нибудь вот к нему. Давай дальше дальше делаем. Давай, сейчас просто камера выключается, мы сейчас с тобой съедем на поджернике, быстренько покупаем вот эту новую мочалочку, запихиваем и заводим, правильно? Да. Все, включай. Куда поймем, попади ты? Ага. Все готовы? Да. Нитралка только выше. Нитралка 100%. Теперь я выжил на всякий случай. Вот оно есть. Откуда же теперь? Ты не слышишь, что ли? Давай, я этого не ожидал. Дай-ка ключик на 19. Так давай, где-то воздух оборачивать. А может, наоборот, там не надо газовать? Еще у нас эта пружина непонятная. Ты эту, которая пружиной поджата, ты ее не трогал, когда-то заводили первый раз? Нет. Давай, послай. Горо! Давай сейчас это, так же процедуру сделаем. Покачку. Все. Не хватает. Давай, Вован, пока нас вы поджили, кайкини аккумулятор. Заряди, учи. Погнали. Залазь. Запаливай. Такой, завелась. Все, давай, послай, Вован, старай. Подожди, опускай, что подсоединил. На спуск надо. Пока вы ездили за этими штуками, мы уже течь этим пивом проникли. Давай. Что сделаем? Да, запаливай, блядь. А может, на кончик мой? Залучение, задомкнешь что-то между собой зарядку? Валат, я тебя даже спрашивал, там, твоё мнение, советовался с тобой. Да. Пацаны. Солярки, сто процентов. Солярки, сто процентов. С чего не идёт? В смысле солярки? Баки-то есть солярки вообще? Да. А как ты узнаешь, ты прокачиваешь и найдёшь? Да. Так я отсюда полила, что ли? Ну, с воздухом, потом не с воздухом. Ну, что-то оно прям вообще не схватывает. Ну, два раза забыл. Да это блядь. Бэндекс выплюнул, да? Да. Я вообще не представляю, как мы в Морозову заводили без всякого этого фигни. Это уже второй раз. Да? Да. Прям брунга. Просто, ну. Смотри, у нас здесь сейчас три тачки. Гельнтваген, Паджерик и Зил. Да. У нас здесь три человека, которые могут ездить на машине. Ну, один человек, который может ездить на Зиле. Правильно? Я могу сам ездить. Подожди. Подожди. Нет. Я могу ездить. Просто у меня документы допустим. Всё правильно. Понимаешь, да? На бублику умеешь играть. Жон, выключай. Покажи. Подожди. Хорошо, ладно. Ты едешь на Зиле. Хорошо, да? Коля на Гелике. Я на Паджерике. Хорошо, ладно. Я отсутствовать буду. Я не буду в кабине сидеть. Тысячу комментариев. Не нужно газовать. Эта тачка, вот помнишь, вот ты только-только взяла, сел в 57-го, сразу перегрел, помнишь? Эта машина даже ездит на холостых. Это тракторный мотор. Как только ты даёшь газу, даже если ты в горку, лучше едь тихо на первой скорости. Ничего, люди подождут. То есть, не надо газовать вообще, она машина должна ехать на холостых. Понятное дело, потому что... Так я тебе об этом говорил, а ты всё равно даришь нога. Тут вкладыши даже не обкатаны. Конечно, тут надо будет ехать. Прямо всё. Услышал меня? Да я без тебя это знал. Да, мы здесь уже месяц сидим в этом боксе. Если тут вкладыши были бы не обкатаны, то там уже было. Не надо, не надо. Не та тачка вообще, не та машина. Я вообще предлагаю, если она заведётся, пускай она всё на пенок. Ты сам меня избаловал там Хаеном, Шмаеном, газу топом и погнал. Поехали. А, кстати, Вован, плоха новость у тебя. Знаешь, знаешь, как это? Я без шишиги остался. Нет. А, нет. Ты остался без сотки и ступятика. Не понял. Ну, ты сейчас соляш, сколько ступятик стоит. Что? У тебя всё. Коля остался без бэхи. Да. Я без рейнджа, а Вова остался без мечти, без твоей. Ступятик. Ну, я буду всё равно к нему стремиться. Ну, я ничего страшного, я на карбюраторе поеду, вообще не пофиг. Ну, давай, давай ещё раз. Давай, знаешь, это в канистру-то хотели. Отвык, как он должен работать. Да. Выжимая сцепление, включая первую скорость, она включается. Все скорости включаются. Если бы сцепления не было, ты понял? У нас в момент вообще не передачить, на коробку не идёт. Видео, не вцепление. Смотри, включай первую. Вцепляю, отклюкаю. Ничего не происходит. Вот, ты дизелист, слышишь? Что? Смотри, сцепление нажимаю, первую включаю. Они все включаются. Вцепление отклюкаю. Они едут. Так, тут-то тоже передачи-то включаются все. Ну, отдадим, баба, дай я, что-нибудь поключаю. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ